Он, оказывается, до сих пор существует. А что продавались только тапочки? Очень такая масштабная стройка. Очень-очень хорошее качество. Сценю люди у нас не ценят то, что имеют. Кангузар район очень большой. Здесь никогда не бывает проблем с электричеством. Вот этих вот новых домов, богатеньких, да? Минимум по 20 соток земли. Никакой проблемы с водой нет. Хотя бы лавочка, что обязательно. Ну, как я выяснила, тут, оказывается, этот рынок до сих пор есть. Ну, рынок, как бы, сейчас немножко переквалифицировался. То есть, есть и такая, знаете, на повседневку. Раньше продавались только тапочки. Очень такая масштабная стройка. Очень. Прям такие внушительных размеров дома. Очень качественные, как я поняла. И с балконами. Понимаю вас, не тут. Вообще, я сам по себе, этот райончик. Еще он вузар. Несмотря на то, что это у нас район, который находится за пределами Ташкента, попадая сюда, ты совершенно не ощущаешь того, что ты за городом. Еще такая особенность. Здесь очень много многоэтажек исторически советских времен. Может быть, из-за этого вот эта вот плотность населения, она как бы благоприятствует развитию инфраструктуры. Исторически отличался от этих же самых развитых Урик-Зуар, там, Назарбеев, да, которые тоже находятся за пределами. Но попадая туда, ты, конечно, ощущаешь стопроцентно, что это все-таки пригород. И здесь такого исторически не было. И вот, смотрите, вот эта вот развитость сама по себе инфраструктуры и предполагает, естественно, и располагается к тому, чтобы здесь строились вот такие вот масштабные большие жилые дома, жилые комплексы со своим торговым центром. Так что этот райончик у нас будет в дальнейшем еще круче. Музыка Так, обратите внимание, какой у нас тут строится жилой комплекс такой. Весь из кирпича, многоэтажный, свободная планировка и тому подобное. Качество просто вот даже вот на этом уровне видно, что очень-очень хорошее качество. И обратите внимание, вот, к сожалению, вот зум невозможен при этой камере, но вот здесь очень-очень большие, хорошие, ухоженные деревья, которые не обкладаны, к счастью, да. А у нас здесь вот тоже один въезд в Махалю, насколько я помню, вот с той стороны находится кладбище Ишон-Бузар. А здесь вот центральная дорога, вот вдоль этой дороги, исторически всегда было очень много всяких, очень много всяких магазинчиков и все, все такое. Вот как бы с чистотой, конечно, вот в центральных местах везде так. Плюс еще у нас идет активная стройка, естественно, пыли многовато. Ну, вот наша вот знаменитая арычная система, которая, ну, на самом деле, она как бы не выполняет свою функцию. Она выполняет исключительно функцию мусоросборника. И это плохо, на мой взгляд. Это система арыка. Она, я думала, что она везде используется, но оказывается, это наша среднеазиатская особенность. Я недавно смотрела Варламова. Я, ну, как бы, периодически смотрю тревел-блогеров. И не только русских, российских, да, но и заграничных, само собой. Что еще? Система, конечно, как бы, стиль сильно отличается от страны к стране, потому что, например, российские любят показывать все, как есть, без всяких там, как цветокоррекций, улучшений, показывания только фасада и красивой стороны, как американцы делают. Они в основном, как бы, доказывают весь, как они говорят, location. Самые лучшие стороны. Они не обращают внимания, не смотрят на грязь такое. И, ну, как бы, социальную сторону они не озвучивают и не показывают. Для них это все-таки экзотика. Они приезжают из Америки, самую лучшую развитую страну. Для них вот это вот не самое главное. Самое главное — это пойти посмотреть. А российские и турецкие блогеры, что меня очень радует, они, как бы, обращают внимание на вот эти вот детали, показывают, ознакомливают, что, да, что есть что, какая тут система, для чего тут что-то это делается. Это плюс. Течет чистая вода из какого-то определенного главного канала, да? Это специально делается для разветвления. Вот, когда применяются канальчики вот эти вот арыки специально для этого, а это, как бы, служит какой-то определенной, знаете, системой кондиционирования воздуха, потому что у нас очень жарко, а по этим арыкам течет холодная вода, она, как бы, охлаждает, да, температуру. Я, конечно, за. Но когда у нас вот такие вот ужасные дороги, а арыки у нас используются также для водоотвода, она по себе система, она, как бы, плохо налажена, она строится изначально неправильно, и, соответственно, вот эта вот вся вода, которая накапливается у нас при осадках, она не идет и не вытекает, потому что все это требует определенного уклона, да, градуса, чтобы вода стекала куда-то, да, еще какой-то определенный главный резервуар, куда бы это все стекало. Нет, этого у нас не делается, у нас все это, как бы, ради галочки. Вот это вот меня бесит. Так вот, обратите внимание, у нас здесь, оказывается, есть свой каналчик, каналчик такой довольно такой... ну, он маленький, но тут, как я поняла, очень, как бы, поток такой сильный, да, и, к сожалению, люди у нас не ценят то, что имеют, а это, знаете, на самом деле, как говорится, вода, да. Еще такой момент. Я постоянно поднимаюсь наверх, да, получается, что чем ты выше, тем лучше поток воздуха, и, соответственно, здесь чище воздух. Несмотря на то, что я вот сейчас иду вдоль вот этой вот оживленной трассы, мне очень легко дышать, и такой момент, что вот эти вот двухлапные газы, они уходят с ветром. Получается, что здесь очень чистый воздух, вернее, по крайней мере, я не ощущаю этого запаха, и мне легко дышать. В этом плане, конечно, похвально. Мне очень тут понравилось, и обратите внимание, ну, как бы, судя по зданиям, да, по домам, вот если не считать, вот такие вот очень старые, ветости дома, но я думаю, что сам по себе по размерам этот дом не такой уж и старый, где-то там, наверное, 80-е, и сам по себе райончик, он такой новый, да, но, скорее всего, то, что ближе к бетонке, он, естественно, будет новее, а вот мы посмотрим вглубь квартала, что там, но райончик новый, я вам уже говорила, что магазинчики и центры вот с разными, с сервисом очень много, очень развито здесь, в отличие от того же Урюкзара, Назарбефа, да, об остальных районах, я вообще молчу, потому что из всех вот этих вот пригородных населённых пунктов, вот этот вот самый, пока что, самый-самый развитый. Так, ещё хотела сказать насчёт домов, да, здесь в основном, в основном одноэтажные дома, редко встречаются полтораэтажки, но пока что один-единственный дом в новом стиле двухэтажный. Все дома абсолютно, как бы, ну, старые постройки, свежевыкрашенные, поэтому, как я поняла, вот райончик у нас, как бы, не будет застраиваться новостройками, новыми домами, да, как, ну, как бы, райончик очень такой густонаселённый. Смотрите, какие махали, какие улицы тут. Тут мне очень нравится, очень. Вот в отличие вот здесь у нас есть, оказывается, два дома, дальше, по-моему, ещё есть. Сейчас пойдём посмотрим, а как, в принципе, ничего. Так вот, судя по махале самой, вот здесь, да, вообще ещё Назара по 99% он выглядит вот такой вот, он зелёнённый, он аккуратный, с хорошими домами, сам по себе райончик не такой уж и старый, да, это после 80-х сами по себе постройки. Вот, но судя по тому, что вот именно вот на этой улице у нас концентрация самая большая, вот этих вот новых домов, богатеньких, да, ну, скорее всего, это мой, как бы, мой вывод, мой анализ, скорее всего, здесь нет никаких проблем с этим, там, коммуникационными проблемами, да, вот эти вот коммуникационными делами, да, воду и газ, и там электричество не отключают и не снижают уровень. И, соответственно, здесь, наверное, всё и дороже. Да, нехилые, конечно, там дома построили. Сейчас, проходя мимо вот этих вот домов, обратите внимание, какие огромные тут дома. В каждом доме, ну, минимум по 20 соток земли, и просто участки огромные. Вот здесь, наверное, ещё больше, если не 40. Смотрите, какие красивые дома здесь построили. Вот я думаю, вот именно вот на этом участке у нас, как бы, начинается новый ещё англезат, вот с такими вот крутыми домами. Мне так понравилось. Я радуюсь, когда вижу новые дома, как бы, и проходя, вот этот вот дом просто огромных размеров, а территории просто слов нет. Я вообще люблю, когда очень много, большая территория. Так вот, смотрите, в каждом доме, скорее всего, вот исторически так повелось, что вот здесь огромные территории. Вот, несмотря на то, что это новые дома, они построены на очень большую территорию. Вот, обратите внимание, какая тут территория. У всех домов такая огромная территория, скорее всего, маленький, маленький. Скорее всего, эти земли были выданы вот в то время, вот в таких вот огромных масштабах, не как сейчас, по 4, по 6 соток, вот, раньше выдавали по 6, сейчас вообще стали, как бы, по 4, а сейчас, как бы, такая тенденция пошла, что на 2 сотки строят и продают, да, уже это, как бы, не норма. А вот здесь, да, вот именно вот на этой улице, как бы, наверное, вот те старые, старые, вот, как бы, занятые дома уже постепенно-постепенно застраивают, наверное, на больших территориях. как я вам и говорила, вот то, что, вот здесь у нас уже начинается новая нахоля, видите, такая, знаете, стандартная нахоля, но радует тот момент, что все-таки вот эти вот старые постройки здесь уже закончились, и есть все-таки новый райончик. Да, вот, вот здесь, вот эта вот линейка, она совершенно новая, и обратите внимание, вот здесь такая концентрация огромных домов, прям на всю территорию, но, как я вам и раньше говорила, территории тут не маленькие, тут больше 10 соток, или минимум 10 соток, как я поняла, эти места у нас были разгрознаны, распроданы. В те давнешние времена, когда вот это вот 10 соток считалось как бы нормой, да. Вот смотрите, вот здесь история, как на Назарбеке и на Урюкзаре продолжается, да. Тут, как я вам уже говорила, огромные территории, да, у каждого дома там минимум по 10, по 12 соток, вот здесь, наверное, скорее всего, намного, намного больше, 30 соток как минимум у этого розового дома, и одни ворота на такое огромное здание, плюс вот это вот здание, обратите внимание, дом, вот эти вот дома, они как бы в круг, круговую построены, в круг, да, по периметру холля, и получается такие огромные-огромные здания. Но это место, конечно, меня поразило тем, что здесь очень тихо, очень налаженная инфраструктура, везде магазинчики, все есть, известно, что я не увидела аптек пока что, но все, абсолютно все есть. Плюс еще такой момент, что вот прям ветхих-ветких домов я здесь не видела, и, конечно же, огромные хорошие дома. Вот здесь, конечно, мащельный дворец. Вот обратите внимание, на классно там очень-очень большой дом, я не знаю, при этом огромный дом, такой весь в лепнине, дворец. Здесь, кстати, мозаика, оказывается, смотрите, вот это вот у нас мозаика. По-моему, это дорогое удовольствие, да, вот такую вот мозаику себе сделать. Классно. Огромный дом. Очень нравится. Широченные улицы. Супер. Ну, как я вам и раньше говорила, вот здесь, вот смотрите, если не магазин, то хотя бы лавочка есть обязательно. издалека у нас виден вот этот вот дом огромный. Нет зума, но, в принципе, можно понять, что он из себя представляет. Еще один плюс этого района в том, что здесь очень хорошо налажена транспортная система. именно общественная, общественная транспорт государственная, да, но и от участников он очень хорошо налажен. Так, я приближаюсь к такому месту, да, ну, как бы, кварталу, где относительно старые постройки, вот именно здесь такие начинаются очень маленькие, низенькие дома. Ну, как вам сказать, вот судя по вот этим вот застройкам, да, домам, могу судить, что, скорее всего, они как бы более ранние даже, чем 70-е, да, вот эти вот, наверное, 80-е, но сам по себе райончик такой оживленный, еще такой момент, нигде в окраине города, да, в пригородах. Я не видела такого оживленного трафика, даже если он был, то там не было светофоров, да, никакой транспортной вот этой вот регулировки не было. Вот здесь это вот наличие светофора уже, по-моему, показывает все то, что здесь вот эта вот инфраструктура налажена, она развита и как бы показывает сам статус этого райончика. Здесь уже как бы вторая транспортная развязка, да, такой пятачок опять с концентрацией магазинчиков всяких. Вот здесь у нас пока что первый банкетный зал на моем пути. Вот здесь у нас как бы вход в одну махалю. Так, пекарня у нас вот есть. А, ужасный, ужасный вход, въезд. Просто вот такой вот изрытый весь, но дальше у нас ситуация улучшается. Здесь у нас пункт приема металлолома и так далее и так далее. подобное. Но, как вам сказать, еще ангузар не изменяет себе, потому что он везде хорош, как я поняла. Даже несмотря на такой вот неприглядный промышленный райончик, вернее, такой квартальчик, да, вот дальше я вижу, что все окей. и так, как я поняла, именно вот в этом районе у нас как бы сконцентрированы всякие промышленные предприятия. Это как бы у нас промзона. Вот аренда сдается промзона Ишангузара. Здесь у нас, по-моему, классическая школа зеленая с шиферными крышами до сих пор. Представляете? Вот я вот столько ходила по этим строительным рынкам, вот ни разу не видела, где продают шифер, да? А вот здесь есть до сих пор шиферная кровля. Вот это, наверное, 100-летней давности, да, получается? Да. Кстати, по территории школы у нас протекает канал такой с чистой, очень чистой водой. К сожалению, отсюда не видно. если возможно будет заснять вот этот вот звук, но он такой сильный поток тут. И что еще? А школа, если это школа, то она такая аккуратная, классическая, старая. Что-то она как-то не особо смахивает на школу. Ну, сейчас узнаем по вывеске тут. Да, это у нас школа, оказывается, старая. Кстати, что я заметила, у нас тут такое большое количество таких вот черешень, да, таких низкорослых, которые, по-моему, такие деревья, вот такой вот сорт завезли недавно, они как бы очень густо плодоносят. это новые сорта, я думаю, что правильно сделали, потому что землей надо пользоваться. Я не знаю, скорее всего, уходит администрация, но тем не менее, это плюс. Вот отсюда я вижу, что у нас школа просто огромных размеров, территория тоже не маленькая, ну, как бы вам сказать, школа у нас старой постройки, высокопотолочные, и сама по себе школа там несколько корпусов отсюда, к сожалению, не видно, но школа большая, аккуратная. Еще такая ситуация, вот здесь у нас, как я вам уже говорила, проблем с водой нету, и, естественно, вода у нас как бы тут обесценена, да, вот я уже несколько мест прошла, именно вот с этими автомойками или кафешками, на полный напор включена вода в шланге, и она просто так течет в землю, и ее никто не выключает. Такое у нас безразличие полнейшее. итак, я сейчас просила, оказывается, еще Ангузар у нас как бы район тот, который самый близкий к Бетонке, а вот это вот место у нас называется Даля-Бузар. Как я поняла, у нас Даля-Бузар такой богатый райончик, потому что по большей части здесь у нас очень большие дома. Еще такой момент мне очень понравился, вот этот вот канальчик, да, с самой бетонки, вот этот вот канал у нас до сих пор продолжается, и он периодически подпитывается каналами побольше, да, вот из вглубь Махале, если зайдете, там очень много всяких канальчиков, они подпитывают вот этот центральный арык. Как я вам уже говорила, здесь очень много канальчиков таких, вот здесь она, конечно, менее чистая, но прям вглубь Махале очень много канальчиков, которые подпитывают вот эти вот арыки, к сожалению, вот здесь вода остановилась. Итак, я уже в третьем населенном пункте, которые у нас располагаются вдоль вот этой вот центральной дороги. Вот это место у нас оказывается называется Хоракуса. Только что я поговорила с одной женщиной, она сказала, что тут вообще нету никаких проблем ни с водой, ни с электрическим, ни с газом. но в принципе вот когда прогуливаешься это заметно, потому что нет вот этой вот сухости в тех местах, где недостаток воды, дефицит, ну как бы орошение плохое, да, не поливают вот эти вот территории, которые находятся перед домами, они как бы пускуют, а вот здесь такого нету. очень зеленый райончик и как я поняла здесь инфраструктура и как и во всем вот этом вот для нас еще ангузаре настолько хорошо развита прям знаете и промзоны есть и хорошие дома и какие-то там стоянки и вот эти автосервисы что-то еще какой-то дом еще строят. так классное место вот это место очень мне понравилось прям такой простор и такие деревья все ухожено очень понравилось прям знаете вот Даля Бузар вот этот вот да срединный райончик он как бы немножко как бы отличался немножко ветхостью здесь такого нету вот здесь все такое новое ухоженное много зелени так еще одна вещь которую я вот здесь уже ощущаю с большей концентрацией вот здесь по-моему в каждом дворе в каждом доме содержится скот так как вот этот запах навоза он очень сконцентрированный прям отовсюду прям итак у нас здесь оказывается еще строится жилой комплекс Бек-Баракя но комплекс да я вам скажу прям это целый комплекс очень много домов тут больше больше десяти да сколько тут 16 домов по-моему да очень такая масштабная стройка тут идет райончик у нас называется Хорекуса вот этот может быть Хорекусе но мне сказали что это Хорекуса именно красивый райончик получится у нас как вам сказать по дизайну он немножко скромноват на мой взгляд но тем не менее совсем не ожидалось что такой большой жилой комплекс у нас будет у нас совсем прям окраине смотрите что я обнаружила у нас здесь допотопная остановка прям совсем мое детство очень мне понравился вот этот район населенный Хорекуса вот совершенно нету того ощущения что это у нас как бы деревня нет вообще вот вот здесь у нас начались вот эти вот дьяволевые сады но тем не менее ощущение города вот здесь есть не знаю почему но мне это место очень нравится вот с самого начала это уже третий населенный пункт дальше у нас оказывается Хахарамон начинается классное место прям воздух как я вам уже говорила наичистейший очень легко дышится запах выхлопных газов несмотря на такой вот оживленный трафик его нету классно просто классно что за растение это конечно для меня совершенно новое что-то потому что такого никогда не видела раньше не 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 обратите внимание какое нас тут место да оно такое холнистое и это очень сильно заметно, когда вот ты находишься на возвышении, ну, это заметно, и плюс это создаёт такую, знаете, хорошую циркуляцию, тут, как я вам уже говорила, классно, просто классно, мне очень понравилось. Вот совершенно не ожидалось, что вот эти места настолько такие хорошие, располагающие к себе, просто шикарно. Ещё один такой момент, вдоль вот этой вот дороги очень много автомастерских. Ещё такой интересный момент, да, вот те, кто живёт в Ташкете, они представления не имеют, что вот на окраине у нас в пригородах находятся вот такие вот населённые пункты, ну, мы приблизительно знаем, что находятся ближе к Бетонке, да, это, ну, как представление имеем, а не имеем представления, что за этими населёнными пунктами находится. Ну, в принципе, очень, очень, как бы, хорошие тут районы, мне очень понравилось, никакого ощущения села или какого-то там, какой-то деревни в этом месте нету. Нету. Машно. Вахно, где там находится в Ташкете. населённый пункт, который называется, по словам жителей Хахрамон, там даже есть вывеска, но вот здесь написано Иркин шлок в короларе ювене. Может быть, это какое-то старое название, потому что у нас сейчас всё переименовывается. Вот здесь уже, по-моему, деревня начинается, ну ладно, посмотрим. У нас вот здесь вот такие вот красивые открытые поля. Такое вот поле с разными сортами мяты. Прям, я не знаю, 4 или 5 сортов мяты здесь. Ну да, здесь просто однозначный кишлак, потому что вот здесь вход в Махалю. Вот так вот обсыпаем просто галькой, гравием. Там дальше просто обширные теплицы. Интересно было посмотреть. Я никогда в жизни не была в теплице, если не учитывать только Бахоргуляры, но там они, конечно, в сравнении с этими теплицами, там, конечно, крохотное всё. Так, я вот решила зайти внутрь Махалей. Да, несмотря на то, что вот у нас просто глубокая окраина, вот здесь, вот в этой вот линейке улиц, ощущений села и даже вида села нету. Тут настолько всё по-городски, если не учитывать то, что тут территория у каждого дома просто огромная. По 20-30 соток. Классно. Очень понравилось. Молодцы в этом плане. Судя по домам, которые у нас находятся вот вглубь Махалей, вот это вот место вообще нельзя назвать кишлаком, хотя это у нас кишлак, потому что так и написано. Так что сейчас мы с вами пойдём посмотрим. Вот в этом кишлаке, вот этот вот стандартный кишлаковский вид, он здесь отсутствует. Вот смотрите, тут какие даже дома есть. Если помните Коминтерн, да, который у нас находится за железнодорогой в квартале Сергили 4. За кварталом Сергили 4, там, конечно, деревня конкретно. Вот здесь такого нету. Просто стопроцентное. Махаля единственное, что вот дороги у нас вот такие убитые, да. Вот дома они, конечно, такие очень-очень городского типа. Да. Вот такие вот огромные территории у домов. Просто огромные. И очень много животных. Просто каждый двор имеет животное. И, естественно, этот запах везде. Как бы человеку непривыкшему к такому запаху, он, конечно, сильно заметен. А так, в принципе, вот я, вот у меня язык просто не повернётся это место назвать кишлаком. Нет. Это такое... Судя по домам, они у нас старые, да. Вот смотрите, вот эти вот дома. Где-то 90-е. Даже, может быть, ещё раньше периода. А это вообще вот прям моё детство. Но вот здесь, как я поняла, сам по себе охрамон кишлака, он такой богатенький сам по себе. Смотрите, вот даже вот этот вот... Вот эти вот отделку, да, вот эту вот старую, прям в старом стиле, они сохранили. И я думаю, что это классно. Просто у меня, знаете, душа радуется, когда я вижу вот это. Смотрите, насколько классно тут супер дом. Огромных размеров. Даже по нынешним меркам это просто огроменный домина. Но, тем не менее, знаете, вот эта вот старина сохранена, и это просто классно. Обратите внимание, какие тут дома. Да, вот старая постройка, даже раны старые. Единственное, что вот сделали такую новую девочку, и получился у вас новый дом. Но сам по себе охрамон меня удивил. Просто название кишлака, это место как бы недостойно, вернее... Ну, как вам сказать, превышает стандарты названия кишлака. Да, как бы, если не учитывать единственный момент, ну, как бы, ситуация с дорогами у нас, конечно, не очень. Но вот это меня удивило. Это просто такой, знаете, богатый район. Тут такие дома. Это вот старый-старый район. Это настолько отдалённое место от наших Уригзор и Назарбек. Но, тем не менее, тут такие дома даже круче, чем там. Я просто удивлена. Классное место. Очень понравилось. Прям шикарно. Я вам и говорила, тут везде вот эти вот канальчики, да, обилие каналов. Единственное, что они такие грязные, да, но очень понравился райончик. Супер, такие классные, огромные дома на огромных территориях. Супер просто. Мне очень понравилось это место. Ну, вот так вот. Если кто-нибудь услышит название деревня для кишлака Хахрамон, так вот вы уже будете иметь представление, что это у нас такой, знаете, кишлак городского типа. А тут такие нехилые люди живут, судя по дамам. Кстати, жёлтый нарцисс, по-моему, да? Или как он назывался? Вот этот вот цветочек у нас. Ирис, ирис, да, жёлтый. Вот обратите внимание, какие тут дома. Смотрите, вот это вот у нас сам к себе двор остался, да? Это, не знаю, 50 соток, да? Получается, огромные дома. Тут, вернее, повлия просто, не знаю, огромные. Так вот, где вы в кишлаках видели вот такие вот дома? Дома просто огромных размеров. Да, удивил меня, конечно, этот кишлак. Кстати, вот в большей части в Махале, оказывается, у нас есть нормальный асфальт. Ну, как вот это вот назовёшь кишлаком? Да, вот у нас близость к полям, но, тем не менее, знаете, вот совершенно не похоже на кишлак. Это очень богатый кишлак, если это кишлак, потому что даже по Ташкентскому ехали, тут такие застройки. Вот, как вы видите, у нас здесь проблемы с водой нету. Это радует. Везде плевают. Так, официальное название этого места оказывается Кахрамон. Куровер. Так, вот здесь у нас начинается такая центральная как бы трасса, но это типа бетонки этой местности. Может быть, вот эта вот третья кольцевая, которая у нас проходит сквозь вот эти вот населённые пункты, которые находятся за бетонкой. Так, по классике жанра. У нас этот район прям испещрён разными каналами. Вот здесь у нас тоже есть оказывается канал. Вот, по-моему, на моём пути уже, по-моему, если не ошибаюсь, пятый канал. Вот такой вот масштаба, размера. Вот, обратите внимание, у нас как бы здесь, почему-то в этом Кахрамоне у нас такая некая слабость к большим размерам. Вот, смотрите, вот здесь просто огромных размеров дом. Вообще удивляюсь, зачем такие огромные масштабы нужны, если здесь собирается жить всего лишь одна семья. Просто огроменная домина. Да, я же говорю, тут болеют просто. Вот такие дома. Я вот сто процентов уже думала, что такие масштабы уже забытые. Они остались в прошлом. Нет, вот здесь такие дома до сих пор строят. Ещё один пример вам. Вот, смотрите, это у нас кишлак. Кишлаком, на самом деле. Ну, как бы, я имею в виду от... По отдалённости от города. Так, вот смотрите, какие тут дома. Да? И... Ну, это, как вам сказать, кишлак нового типа. Получается, что раз уж у нас такие вот большие постройки есть, большие жилые дома. Я вот сейчас поговорила с одним жильцом, и он сказал, что это место называется Хахрамон, колледжи Махаля. Что ещё с водой, с электричеством, с газом? Вообще нет никаких проблем. Он сказал, вот, вот, по дороге я вижу многих, которые поливают со шланга. Напор очень хороший, так что очень мне это место понравилось. И что ещё? Он сказал, что сотка земли здесь стоит 5 тысяч. Видите, да, какие тут дома? Очень-очень всё такое, знаете, современное, богатое. Вот, не скажешь, что это прям такая глушь, додаль. Нет, очень понравилось. Ну, по классике жанра у нас в пригородах сконцентрированы все вот эти вот мебельные фабрики. Ещё очередное канальчик. Уже с другого направления, да. Вы знаете, радует тот факт, что вот раньше Харакамыш был полностью вот с такими канальчиками. У нас таких каналов было очень много, но, к сожалению, сейчас они все высохли. Но, как вам сказать, вот здесь у нас ещё очередная вот эта вот мойка, автомастерская. Что ещё? Вот этот вот трафик на ней просто гоняют просто безбожно. Просто как сумасшедшие здесь.